МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ 7 ЧАСОВ 30 МИНУТ Начинаем утреннюю зарядку. Именно эти слова слышал каждый советский человек с утра, включая радиоприемник. Предлагаю вспомнить эту добрую и очень полезную традицию и хорошенько размяться. Привет, меня зовут Степанов Алексей и раньше я играл в футбол. Теперь я работаю тренером и у меня сейчас много работы за столом, за рабочим местом. Приходится писать конспекты, заполнять журналы, планировать и анализировать тренировки. Также много работы за компьютером. Я стал замечать, что у меня начинают болеть мышцы, которые раньше просто не болели. Я начал делать упражнения, которые я использовал ранее, когда сам играл в футбол. И именно ими я хочу с вами поделиться и провести с помощью этих упражнений разминку. Первое упражнение мы разминаем шею. Кладем руку на голову и просто наклоняем голову в сторону. Делаем 3, 4, 5 легких покачиваний до тех пор, пока не почувствуем натяжение мышц. Расслабляем шею, делаем то же самое в другую сторону. Сильно тянуть не надо, достаточно собственного веса руки. Потянули вправо-влево, сделали небольшие расслабляющие наклоны в сторону. Следующее упражнение. Берем руки в замок, кладем их на затылок и наклоняем голову вперед. Точно так же делаем это аккуратно. Несколько покачиваний. Размяли шею, встряхнули плечи. Можно так же сделать небольшие покачивания. Переходим к следующему упражнению. Разминаем плечи. Кладем руку на плечо. Другую руку ставим на локоть. И начинаем тянуть руку за спину. При этом начинаем поворачиваться в туловичную сторону. Так же мы делаем 3, 5, 10 покачиваний. Расслабляем руку, встряхивая ее. То же самое повторяем в другую сторону. Стараемся достичь того, чтобы у нас растягивались мышцы спины. Мышцы, которые находятся в зоне лопатки. Руку расслабили, встряхнули. Повторяем это же упражнение. Но берем уже себя не за локоть. Берем за плечо. Таким образом мы еще больше усиливаем растяжение мышц. Так же повторяем по 3, 5 раз. В другую сторону. Сделали, встряхнули руки, дали мышцам отдохнуть. Следующее упражнение. Мы как будто отвечаем на уроки. Ставим руку на локоть. Ладонь прижимаем к щеке. Берем руку с внешней стороны локтя и тянем в другую сторону. Здесь делаем аккуратно, чтобы не сильно травмировать себя. Точнее вообще, чтобы не травмировать. Просто растянуть в сторону. Сделали, расслабили. Повторяем другую. Напоминаю, на локоть. Еще ладонь к щеке и поворачиваю. Так же небольшое поворот овощем для увеличения растяжения. Сделали 3, 5, 10 раз. Расслабили. Сейчас большим пальцем, кулаком ставим руку в район солнечного сплетения. Другую руку подводим с внешней стороны локтя. И очень-очень аккуратно продолжаем растягивать мышцы плеча. В данном случае у нас будет растягиваться вот эта мышца. Делаем у нее акцент. Повторяем другую сторону. Большим пальцем в зону солнечного сплетения. И растягиваем. Так же можно добавить растяжение в сторону. Выполнили упражнение необходимое количество раз. Стряхнули руки, расслабили. Следующее. Я говорю, что отправляем руку в космос. Поднимаем руку вверх. Хватаем себя за запястье. И вытягиваем, растягиваем себя максимально вверх, чтобы у нас начали растягиваться мышцы предплечья, плеча и мышцы сбоку на туловище. Тянем одну руку вверх. Тоже несколько покачиваний, растягиваний вверх. И другую руку. После этого также руки стряхнули. Расслабили. Поднимаем опять эту руку вверх. И делаем тоже упражнение с небольшим наклоном. С небольшим наклоном себя растягиваем. То же самое в другую сторону. Растянули, расслабили руки. Ощущения, которые у нас могут быть в этих упражнениях, это уже должно появиться небольшое чувство тепла в этой области, в мышцах сбоку. И еще одно упражнение. Мы берем руку, проводим сверху и кладем с другой стороны на плечо. Другой рукой мы берем себя за локоть. У нас получается рука будет в зоне подмышки. И делаем небольшие наклоны. Растягиваем себя в одну сторону и в другую. Так же 3-5 раз. И потом сразу без встряхивания рук мы усиливаем наклон. Начнем опять в ту сторону, в которую начинали. И стараемся наклониться к колену, чтобы у нас еще больше растянулись мышцы. Тоже самое в другую сторону. Встали, закончились, стихнули руки. На этом небольшая разминка заканчивается. Вот 6-7 упражнений для того, чтобы привести мышцы, которые у нас работали в сидячем положении, которые затекают, когда мы сидим за компьютером, их растянули, встряхнули, улучшили кровоток. И вы почувствуете, что у вас значительно улучшится настроение. Именно тогда, в советское время, был внедрен лозунг, взятый у древнеримского поэта-сатирика Ювенала «В здоровом теле – здоровый дух», который и по сей день звучит актуально. Так вот, о здоровом теле и духе мы и поговорим сегодня, в День физкультурника. А праздник этот, День физкультурника, кстати, родом тоже из Советского Союза, отмечается во вторую субботу августа на основании указа Президиума Верховного Совета СССР о праздничных и памятных днях от 1 октября 1980 года. Вот так же, как и мы, зарядки и обязательные пробежки начинает свой день и Денис. И дело тут даже не только в физическом здоровье. Занятия спортом, хочу сказать, систематические и регулярные, они дают положительный заряд энергии. Всегда. Даже если ты поспал там 3-4 часа, но с утра ты немножко встал, сделал зарядку, сходил в душ, элементарные вещи сделал. Ты уже зарядил себя, запустил организм, запустил обменные процессы, и этого небольшого заряда тебе хватит на целый день. А началось все с того, что Денис начал в себе замечать некоторые негативные изменения. Появилась одышка, появился лишний вес, а во время рабочей поездки в Санкт-Петербург он увидел марафонцев. Было принято решение начать работать над собой. Видимо, в голове у меня что-то переключилось на здоровый образ жизни, на то, что необходимо менять свою жизнь, менять свой подход. И это послужило для меня толчком таким хорошим, и я начал заниматься потихоньку бегом. Начал с зарядки, начал с ходьбы, постепенно втянулся, начал общаться с людьми, кто занимается бегом. А потом была прекрасная новость, что в Перми пройдет первый пермский международный марафон. И я понял, что я должен пробежать этот марафон хотя бы 10 километров. В итоге Денис пробежал все 42 километра. Следующим этапом было выполнение нормативов ГТО на золотой знак. Ну а потом ко всему этому прибавилось плавание и велосипед. Бег ведь это достаточно такой многогранный вид спорта, который необходимо включать разного вида подготовку. Это и пресс, и спина, и ноги, и руки, и плечи. Полностью весь организм должен быть готов к бегу. Поэтому ты начинаешь постепенно включаться, добавлять сложные упражнения, более сложные, более длительные. Дистанции начинают увеличиваться. И в ходе этого процесса у тебя возникает потребность немножко чуть больше раздвинуть границы. То есть простого марафона уже не хватает, трейлов уже немножко не хватает, не хватает вот этого драйва, адреналина. Ну и следующий этап, я считаю, это триатлон. И буквально пару недель назад Денис преодолел дистанцию в 113 километров. Это тот человек, с кого нужно брать пример. И приятно осознавать, что пермики приобщаются к регулярным занятиям спортом. По данным статистики, процент людей, вовлеченных в физическую активность, в 2019 году составил 39,8. При этом в 2018 показатель был 36,4%. Значительно увеличилась активность среднего и особенно старшего поколения. По сравнению с 2018 годом, их количество увеличилось на 4,1% и 3,1% и составило 27% и 12,25% соответственно. Благо, заниматься в Пермском крае есть где. На сегодняшний день самое главное, чтобы и дети, и взрослые могли в шаговой доступности заниматься тем видом физической активности, который им предпочитили. Мы реализуем множество проектов, направленных именно на развитие инфраструктуры шаговой доступности. Строим межшкольные стадионы, создаем площадки ГТО в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В рамках региональных проектов занимаемся устройством спортивных площадок, ремонтируем спортивные залы. Реализуем проекты, направленные на наполнение данной инфраструктуры. Задача перед регионом поставлена серьезная. К 2030 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. Работа ведется во всех муниципалитетах региона. И, к примеру, жители Кунгура достаточно высоко отметили появившиеся открытые спортивные площадки. Площадки пользуются огромным спросом у населения, как у малышей, так и у взрослых. Небольшой минус – это то, что не хватает тренажеров для всех. И в часы пик у нас бывают даже очереди на тренажеры. В данное время тренажеры мы все обрабатываем регулярно. На площадках чисто, дети приходят, занимаются с удовольствием, взрослые точно так же. В 2019 году в Пермском крае построено две ледовые арены в Губахе и Березняках, три межшкольных стадиона, восемь универсальных площадок, а также стадион в Губахе. Проведена реконструкция стадиона «Гаева» с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Демография». Благодаря этой программе в 23 муниципалитетах возведены малые спортивные площадки ГТО. В этом году они появятся еще в девяти территориях региона. Также с 2020 по 2022 годы планируется строительство 18 межшкольных стадионов, устройство 105 открытых спортивных площадок, ремонт 249 спортивных залов. Уже отремонтировали спортзал и построили площадку и в селе Ленск. Отбоя от желающих тренироваться теперь нету. Всегда у нас спортзал загруженный. Загруженный прям расписание такое, что до позднего вечера, до девяти вечера по расписанию. Волейбол, проходит волейбол, начинается баскетбол. Баскетбол заканчивается, взрослые у нас приходят, дамы молодые приходят. И даже не молодые, а занимаются фитнесом. И вообще в последнее время идет активное развитие массового спорта. Я вот года три назад еще даже не думал, что так люди будут отзываться. А сейчас и взрослое население приходит, и занимаемся уже командой. От села на район, на краевые соревнования выезжаем. Еще одним серьезным мотиватором к массовому занятию спортом в Пермском крае стало поэтапное внедрение на территории региона Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По состоянию на 1 августа 2020 года 143 138 жителей Пермского края зарегистрировано в системе АИС-ГТО. Сейчас в каждом муниципальном образовании оборудовано место для выполнения нормативов комплекса. Всего 351 место. И у подготовки, и у выполнения нормативов есть масса плюсов. В первую очередь для молодежи это дополнительные баллы при поступлении в вузы страны. Для взрослого населения это прежде всего возможность протестировать себя, оценить свое физическое состояние, подать пример молодому поколению. Благодаря активной пропагандистской работе количество жителей, принявших участие в выполнении нормативов в 2019 году, составило 37 921 человек. По сравнению с 2018 годом цифра увеличилась аж на 40%. Сейчас в Пермском крае готовится к запуску глобальный проект «Лето с ГТО». Это три месяца тренировок на открытом воздухе под руководством опытных тренеров. Цель – повысить уровень физической подготовки населения для выполнения нормативов ГТО. Тренировки будут проходить в соответствии с расписанием в 10 муниципальных образованиях Пермского края. Соликамск, Бересники, Кудымкар, Губаха, Чусовой, Конгур, Ачор, Нытва, Барда и Чайковский. Приять участие в тренировках может любой желающий гражданин, зарегистрированный на сайте gto.ro и не имеющий знака отличия. ГТО в соответствующей возрастной категории. Занятия будут проводиться бесплатно. Также сегодня региональный оператор ГТО – это колледж Олимпийского резерва Пермского края совместно с Министерством физической культуры и спорта «Прикамья» проводит онлайн-фестиваль «Битва городов». Участников ждет увлекательная спортивная программа, теоретическая викторина, конкурсы и памятные призы. На фестиваль были поданы заявки из 30 муниципальных образований Пермского края. Прямая трансляция фестиваля начнется в 11 часов и будет доступна на сайте gto59.ru. Пермский край – это территория спорта. И это не просто слова. Абсолютно каждый из нас может выйти на скандинавскую прогулку в любой ближайший парк, пробежать марафон, собраться дворовой командой и вызвать соседний двор на матч. Или просто взять пример с нашего героя Дениса и выйти на пробежку по набережной. Давайте заниматься спортом. С праздником вас!